Доброе утро! Арися, действительно ли вы начинающая певица или уже давно продолжающая? Я, наверное, отнесу уже более к опытному плану себя, так как я уже на эстраде три года, но мне больше повезло, когда я записала дуэт с нарциссом Пьером. Вот об этом мы сейчас поподробнее и поговорим. С чего началось ваше сотрудничество, кому пришла в голову эта потрясающая идея и как вы шли к ее реализации? Наше знакомство началось где-то около года назад. Пьер тогда обратился ко мне написать ему песню. А, вы все-таки в первую очередь автор, да? Сначала я написала, да. В первую очередь я автор двух песен. Первая песня это для сольного исполнения нарцисса Пьера. Эта песня называлась «Русские женщины». Он меня пригласил, затем в Москву я летала на съемки, где он исполнял эту песню. И, как бы, я еще познакомилась с Таисией Павали. Слушайте, ну а Пьер нарциссу, что в Москве не шоколадно записать песни, решил в Беларусь обратиться или как? Я думаю, может, для разнообразия. А, для разнообразия. А как он узнал, что вы автор, что вы пишете песни? Каким образом произошло вот это вот совпадение творческое? Самое интересное, что он обратился ко мне через социальные сети. Я сначала даже не поверила. Затем я ему дала свой скайп и сказала «набирайте». Когда Пьеру уже позвонил, я уже поняла, что это Пьер нарцисс. Песни ему написала за 15 минут. За 15 минут? За 15 минут я ему написала текст «Русские женщины». Это было где-то около часа ночи, когда он обратился. Посмотрите, какие у нас талантливые вообще артисты. Надо песня. 15 минут – готово. Но творят исключительно ночью, да? А что касается вашего дуэта, это уже очередной этап, я так понимаю, да? Да, это был следующий этап. Мы записали совместно новую песню «Это лето». В аранжировке мне помог мой друг диджей Шефер Саунд. Автором музыки и текста являюсь я. Ну это уже понятно. Вы знаете, у нас есть отличная возможность узнать, правду ли говорит Олеса. И прямо сейчас попытаемся дозвониться Пьеру нарциссу и узнать все подробности совместного творчества. Да, давайте позвоним. Алло. Алло. Здравствуйте. Пьер, здравствуйте. Это телеканал «Столичное телевидение», Минск, Республика Беларусь. У нас в гостях сидит Олеся Боярских, ваша знакомая, и компаньон, можно сказать, партнер по песне. Скажите, как вам работалось с Олесей? Капризно у нас вообще? Легко ли было найти общий язык? Ой, очень капризно. А значит ли это, что будет какое-то продолжение в совместном творчестве и дальше? Я думаю, что пока мы живем в этом мире, всегда все возможно, и я всегда за новые песни, новые эксперименты. И если я это делаю с российскими артистами, конечно, хочется выйти из России, общаться с другими талантливыми ребятами по всему миру. И вот так он начинает сегодня в Беларуси, и я очень рад, потому что артисты есть, там побежать, побежать, выступать, почему-то нет. И еще стоит отметить, что мы с Пьером планируем снять клип, если же наш трек будет очень популярный это лето. Отлично. Пьер, Олеся, желаем вам действительно творческого успеха, совместного. Пьер, приезжайте к нам в Беларусь, у нас тут здорово. Друзья, у нас был Пьер Нарцисс на связи, и связь, конечно, местами чуть-чуть прервалась. Надеемся, что вы поняли все, но в любом случае у нас большой задел, точнее говоря, у нас, у Олеси Боярских вместе с Пьером Нарциссом уже подразумевается клип, премия года, альбом. Я поэтому думаю, что надо копнуть поглубже в историю творчества непосредственно Олесе. Олесе, вот расскажите, пожалуйста, путь, ну, три года на эстраде. На самом деле, с одной стороны, это немного, да, но продержаться три года в шоу-бизнесе, это тоже дорогого стоит, как говорится. Расскажите, пожалуйста, ваши первые шаги, какие они были, с чего все началось? Первые шаги, первые шаги, я хочу сказать, что песни я пишу с детства, но образование у меня далеко не музыкальное. По образованию я юридический психолог. Так. Это очень важно для песен, мне кажется, знать психологию. То есть тексты с психологическим подтекстом. Юридическим. Есть, такое иногда у меня есть, но смысл, я считаю, что должен быть всегда. Есть песни про гештальт? Нет, есть по Фрейду. Но Фрейд интересен был всегда, по-моему, и всем, и все-таки мы про то, как вы оказались в шоу-бизнесе. Ну, долгий очень был путь, и хочу сказать огромное спасибо в первую очередь, это, конечно же, моим дорогим родителям, которые меня всегда поддерживают и будут поддерживать на протяжении этого долгого и нелегкого пути. Которые помогают не только морально, но также и, конечно же, финансово. Олеся, да, хотел спросить. Вот Пьер нашел вас в социальной сети, да, он смотрел, вот есть Олеся Боярских, и у вас там стояло, я там композитор, я аранжировщик, я автор текстов. Каким образом он узнал, что вы действительно пишете музыку, и как он мог ознакомиться с какими-то демо? Дело в том, что у меня есть свой сайт, видимо, Пьер, когда искал меня в интернете, он еще наткнулся на мой сайт, где также указано, что я автор своих песен. И вот он, видимо, рискнул и получил хороший результат. Ну, скажите, какую песню или какой момент в вашей творческой жизни вы считаете отправной точкой, когда вот, вы можете сказать, вот отсюда началась моя карьера? У меня, первая моя песня была, это «Тысяча метров». На эту песню я сняла клип в Воя, и я считаю, наверное, все-таки эта песня была точкой. Ну, вот, насколько мы знаем, она практически сразу попала в эфир радиостанции. Да, в жесткую ротацию. Это удача, на ваш взгляд, либо есть какие-то другие законы, по которым вот хиты пробиваются в дорогу? Или пришлось музыкальных редакторов поуламывать? Дело в том, что... Руки поуламу. Я никогда не уламываю, я просто делаю рассылку. Сейчас у меня, конечно, есть мой пиар-менеджер, которым этим всем занимается. Раньше я делала все это сама. Это гораздо тяжелее и сложнее. И просто везение, наверное. Получился хит. Это редкость. Можно написать 10 песен, но одна из них только будет хитом станет. Вот вы говорите, есть пиар-менеджер на сегодняшний день, а говорят, что до сих пор у вас нет продюсера. То есть все за свой счет получается, да? Да. Все за свой счет. Но я думаю, что у меня очень хороший пиар-менеджер, который также заменяет меня и продюсера. Но это какой-то продуманный ход, что вот я сама, ну и мой пиар-менеджер, либо так получилось, что вы не нашли человека? Я не искала, если честно. А желающих помочь сейчас нету? Так мы сейчас кинем клич. Писали. Предлагают даже и песни свои. Но я говорю, что извините, конечно, но песни я пишу сама. Алиса, скажите еще, какие у вас планы, ну не то чтобы на ближайшее будущее, да, вот чего хотите достичь? Например, выпустить альбом, завоевать кучу музыкальных премий, поехать с турне, там, как Джей Лоу по Европе, там, по всему миру. Вот какова цель? Амбиции, да. Да, какие амбиции у человека, который только-только стартует на этом поприще? В первую очередь альбом. Я уже написала песен, наверное, 16, это точно. Но, скорее всего, мы будем еще делать новые аранжировки, чтобы презентовать альбом, чтобы сделать более обширное мероприятие. Что касается турне, мы планируем совместное турне с Пьером. Пять же. Еще турне. У вас большие планы. Да. И, возможно, в этом году я поучаствую в отборе на Евровидении. Отлично. Ну что ж, планов громадье, как говорится, но впереди еще лето. Летом работать или все-таки отдыхать? Летом работать. Когда артисты позволяют себе отдыхать, вот вы лично? Вы знаете, вот за эту неделю я еще не отдохнула. Вчера были у нас съемки, концерты, позавчера у нас была Александрия, и сегодня я должна была быть уже здесь. Но мы вас тоже сейчас просто так не отпустим, а попросим спеть. Да, конечно. Ну, какой номер мы увидим в студии «Хорошего настроения»? Вы увидите мою новую песню под названием «Эйфория любви», автором которой являюсь я. Целиком. Целиком я. Ну что ж, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Хочется пожелать, конечно, творческой удачи, чтобы вас никто и ничто не разочаровывал и не расстраивало в этом, ну, нелегком, наверное, мире шоу-бизнеса. Делайте уверенные шаги и, ну, прямо сейчас уверенные шаги на нашей сцене. Спасибо вам. На теле мелкая дрожь, по сердцу током и нож, пронзая чувства любви. Не молчи, у нас тампанье срослось, мы были вместе, но врозь теперь плывут корабли в океане лжи. Брось этот пустяк, последний мой звак, я выдвину плак, и не шагу назад. Сердце на жир, разбитые мечты, мы падали вниз, вы творили любви. Вокруг тебя миражи, словно забыты миры, и покрывало любви, больше не нужны. Нежно хочу я отнять, их больше не отпускать. Я не могу без тебя, я не хочу дышать. Брось этот пустяк, последний мой звак, я выдвину плак, и не шагу назад. Сердце на жир, разбитые мечты, мы падали вниз, вы творили любви. Брось этот пустяк, последний мой звак, я выдвину плак, и не шагу назад. Сердце на жир, разбитые мечты, мы падали вниз, вы творили любви. Брось этот пустяк, последний мой звак, я выдвину плак, и не шагу назад. Сердце на жир, разбитые мечты, мы падали вниз, вы творили любви. Брось этот пустяк, последний мой звак, я выдвину плак, и не шагу назад. Сердце на жир, разбитые мечты, мы падали вниз, вы творили любви.